Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем рукодельном канале. Сегодня мы поговорим с вами о станках Тубко и о том, как я их купила. Добро пожаловать ко мне на канал! Сейчас хочу вам рассказать и ответить на все ваши вопросы, которые вы писали мне под разными видео и конкретно видео о станках. Как я приобрела станок Тубко, мой отзыв именно о них. Я рассмотрела все ваши вопросы в том видеообзоре, который я ранее снимала. Собрала их все вместе в единое видео. Написала о себе миллион записок, поэтому весь этот бумажный такой разнообразный фон. Вы возьмите на заметку, что это ваши вопросы и мои заметки, как вам полнее ответить на конкретные ваши вопросы. Не, ну должны были проверить. Так надежно упаковывают. Ну, хорошо упаковывают, молодцы. Ну, жалко, что это такая вещь. Ух ты, на стол. Тут уже все собрано. Боже, какой он красивый. Это такое же крепление, как у того у нас. Да, тоже маленький. Уже поделим, уже стопислено. Уже ничего не надо тяжелеть. Какой он гладкий. Офигеть! Просто! Это такая же гаструкция. На. Такая же гаструкция. Какие там? Точно такая же. Зажми его там немного. Красавчик, красавчик какой. Я купила в прошлом году, уже практически целый год, как я ими пользуюсь. Я получила уже заказ в середине декабря. Я сделала заказ на международном сайте. В фабрике Дубко есть два сайта. Российский сайт и международный сайт. Я станки заказывала на международном сайте. Там стоимость указана в долларах и оплату мы производили с помощью Paypal. Стоимость станков оплачивал мой муж. Мы были готовы к тому объему расходов, который это предполагает. То есть не только стоимость станков, но и стоимость таможенного сбора после. Оплачивая заказ с помощью Paypal, вы оплачиваете единую сумму, которая предполагает стоимость станка и стоимость пересылки. То есть там нет отдельной строки за пересылку. После того, как сделали заказ, я примерно ожидала, наверное, месяца полтора, не менее. Все это время о том состоянии, о том этапе, что проходят станки, нам присылали на email на русском языке. Там быстро, оперативно отвечают, быстро читают. Он не попадает в спам или еще что-то. Администратор или менеджер отвечали. Не было такого, что не видеть, что происходит с заказом нынче. Когда станок был готов, нам пришло уведомление на почту с трек-номером на две посылки. Так как станки большие, они идут отдельными коробками. Каждая из этих коробок получает свой трек-номер. Трек-номер легко отслеживался всю дорогу, то есть он не был невидимым. При получении мне пришло уведомление с нашей почты, я пришла его получить. При получении я была уделена размерам этих коробок. Должна вам сказать, что станки красивые, надежные и они надежно упакованы, чтобы добраться в этом путешествии к своим заказчикам. Такой станок был в специальных мешках у горпочты, которые мне даже не выдали, чтобы я могла их нести, потому что там какое-то оно подотчетное. Сами коробки были целыми, невредимыми абсолютно, но они были громоздкими и большими. Например, вес вот этого настольного станка 2,5 кг примерно, а вес большого станка, тугарина змея, 5,5 кг. И коробка большая. Действительно, тут нужно быть готовым к тому, чтобы вы осилили объем, нести сколько, куда, как вам добираться с этой большой коробкой. Где-то вставлю фотографии о том, какого размера все-таки эти были коробки, потому что действительно размерчик внушительный. При получении на почте, именно на почте, уже когда я пришла забирать, я оплатила таможенный сбор. Таможенный сбор равен 20% суммы оценки, который был в этих коробках. А так как у меня была полная цена указана, и это даже не оговаривается с поставщиком, конечно же, сумма таможенного сбора была сполна. На этот станок 760 гривен. Я даже вот чеки до сих пор сохранила, чтобы это видео вам снять и рассказать. И большой станок, от Угарин Змей, на него стоимость таможенного сбора равнялась 1770 гривен. Сколько стоят станки? Думаю, что зайдя на официальные сайты, вы сами поймете, сколько стоят станки. Я не буду озвучивать их цену и комментировать стоимость, размер цены. Я была готова к этим капиталовложениям. Соответственно, я была готова и на сумму таможенного сбора. Вы можете мне написать что угодно по поводу того, что да, это дорого, да, это дорого, я не спорю. Это даже мне дорого и вообще, в принципе, это дорого. Но я же говорю, что это было капиталовложение. Не на один год, на годы, я надеюсь, это будет служить мне верой и правдой долгое время. Вот уже, как видите, целый год с ним ничего не произошло, цвет не изменился, ничего не испортилось. Поэтому и сейчас я вам делаю отзыв на этот продукт. При получении я распаковала и нашла в подарок, прислали мне такой органайзер Дубко. Вот уже целый год, как он лежит, я ним не пользуюсь. Я не могу сказать, что это мой фаворит или не фаворит. Просто я, в принципе, не очень помню, когда я пользовалась органайзерами. В последнее время я мало вышивала дизайнов, где нужны были органайзеры. Все было на каких-то других приспособлениях, а не на таких, либо даже на паковских органайзерах. Все как-то я без них вышивала. Поэтому этот пока остался, видит, целый, невредим, пролежав практически весь год. Вот такие инструкции были вложены к каждому станку. Видите, с оборотной стороны есть, как собирать станок Дубко. Могу сказать, что вот именно Тугарин змеи там были свои нюансы. Я об них расскажу позже, когда буду показывать его. Он стоит здесь рядышком. Пока расскажу о маленьком станке. Сумма растаможки, я вам сказала, 760 гривен и 1770 гривен. Это сумма растаможки. Цену на станок предлагаю вам зайти и самим посмотреть на их сайтах, на российском и на международном. Я даже комментировать это не стану. Вся переписка велась у нас через e-mail. Ребята отвечали оперативно. Никто не избегал каких-то комментариев, когда я ожидала там трек, когда же, когда же перешлют. Ну, там не то, чтобы просто уже мне не терпелось. И поэтому мы несколько раз там писали и бередили их, чтобы они как-то поскорее, может быть, сделали. Хотя, возможно, у них есть четкие графики, и они бы ничего быстрее бы и не сделали. Теперь давайте все-таки перейдем о станке подробнее. Как видите, вот такой вот сам станочек. Вот как он выглядит. Он действительно, мне кажется, даже больше весит. Я его не перевзвешиваю на других весах. Но 2,5 килограмма здесь не меньше, а то, может, и больше. Был интересный комментарий по поводу того, что он скользит, станок скользит по столу. Давайте я немножечко камеру подвину, чтобы было больше фиксации на станок. И тогда покажу вам на скатерти, и покажу, подниму скатерть, и покажу, как оно на самом столе, на голом столе, насколько он скользит или нет. Начнем с того, что станок легко изменяет положение. Изначально он пришел вот в таком состоянии. Вот он лежит вот так, полностью сложенный. И вы знаете, я вот так в сумке переношу. Он, конечно, весит много, но очень эстетично выглядит в сложенном состоянии. Здесь у него есть вот такой рычаг. Тут какие-то есть в нем шурупы, специальные какие-то механизмы, которые ослабевают зажимы между ними и более сжимают, чтобы фиксировать уровень. Также есть с другой стороны другой рычаг, который регулирует саму вот эту головку. Они находятся с разных сторон, эти рычаги, чтобы, соответственно, не ударяться друг о друга. То есть мы можем их в разные стороны спокойно двигать. И рычаги очень удобные. Эргономика и качество превосходны. Они гладкие, они не воняют и не пахнут ничем. Даже будучи только что приехавшими, у них не было запаха древесины, запаха лака, запаха любого специфического запаха. Просто не было. Вы видите, да? Вот это вот основание, высота вот здесь. А здесь сантиметра полтора-два. Давайте не буду белословной. Даже рулетку для этого взяла. Видите, два сантиметра высота вот этого основания дерева. Здесь вот такие шурупы есть. Станок, видите, в зафиксированном состоянии, не двигается. Вот я зафиксировала эти легкие движения руки в высоту. Он фиксируется, он не разбалтывается, крепко держит то положение, в котором я его установила. Вот тут есть головка, которая поднимает уровень. Когда мне нужно, например, что-то сделать наизнанке, я эту головку поднимаю, и все, мне изнанка доступна. Давайте мы все-таки поговорим про скольжение на столе. Станок. Ну, скользит. Не хлопок. Вот скатерть, она не хлопковая, она слегка с вискозой. И, конечно же, здесь оно, наверное, скользит. Вот она не ерзает вот так при вышивке. То есть, когда я буду вышивать, я же не двигаю вышивку саму по себе. Я двигаю лишь руками. Вышивка за мной не бежит вместе со станком. Такого точно нет. А также, например, если я подниму скатерть. Вот у меня здесь гладкий стол. Это не лаковая поверхность, матовая краска. Но также, ну, он тянется, конечно, но он не скользит при том, как я буду вышивать. Сейчас давайте я вставлю пяльцы, и мы посмотрим, как это будет вместе с пяльцами. Вот у меня есть пяльца. Это нурге, самозапяливающие металлические пяльца. Мой любимый размер вот в этом формате. Есть еще у меня меньше и меньше. То есть, это самые большие, вот из этих кругленьких. Я их сейчас буду запяливать. Был комментарий по поводу того, что эти пяльцы не держатся в этом креплении. Давайте проверим. Потому что мне даже интересно. Ну вот, давайте я вот так вот сделаю. в высоту, чтобы всем было видно. Видите, можно легко менять угол. И вот я вот так тяну. Но это если перетягивать вышивку со станком вот так вот. Тогда, конечно, она тянется. Сейчас я буду тянуть за пяльцами. Они не выпадают. Даже пяльцы едут. А нет, пяльцы вытягиваются. Вот я буду держать рукой пяльцы, но они вот вытянутся, конечно. Но это уже и здесь вот дерево слегка сдирается, окрашивание. Если так вот дергать. Был вопрос о том, что вот здесь, в этой лапке, которая держит сами пяльцы, вот здесь, маленький зазор. Он, не могу сказать, что он большой. Но, как видите, эти пяльцы с тканью сюда встали. И вот, когда мне нужна изнанка, я эту изнанку могу, опять же, здесь закрепила. И к изнанке доступ есть. Сейчас она просто высоко задрана. И к ней, может быть, не так комфортно. Но если вот так вот манипуляциями сделать, вот, пожалуйста, ваша изнанка. Можно и так вышивать. Кому удобно вышивать в таком положении. А изнанка у вас будет тогда с этой стороны. Ну, вот если вы так любите вышивать. Тогда это еще нужно, наверное, ниже спустить вот здесь. Вот так. И можно и вот так вышивать. Вдруг вы предпочитаете такой способ расположения. Да, вот так вот вышивать. Так тоже возможно. Кстати, это вообще только сейчас мне у головы пришло, что такой вариант расположения может быть. Но в целом я вышиваю. Когда пяльцы смотрят вниз. Сейчас я это все-таки сделаю, как базово я вышиваю, если я вышиваю на пяльцах. Вот, к примеру, вот так. Опять же, вот я трясу. Ну, это уже едут сами. Целый станок двигается таким способом. Рама так, ну, эти пяльцы так сами не вытягиваются. Вот я двигаю за эти пяльцы с тканью. Вот оно вот таким образом двигается. Они, то есть, вот просто так они не отваливаются. И мне писали, что пяльца с металлическим этим кольцом, с держателем, они сюда не вставляются. Ну, как видите, у меня все встало. Даже не знаю, что сказать. Самое интересное, вот здесь, в этом устройстве, вот в этом механизме, вот здесь, есть винт, вот этот вот центральный винт. И есть вот такая маленькая, давайте я откручу. Сейчас я это закрутила, чтобы пяльцы крепко держались. Теперь мне нужно это открутить. Обычная токсина даже не закручиваю. Вот здесь есть такой винт. Винт. Обычный винт, металлический. Просто аккуратный, черный. Достаточно удобный, кстати, для откручивания и закручивания. И есть вот такая деревянная штучка, которая прижимает вот это устройство. Это устройство кладется вот сюда. Потом деревянный этот квадратик. И потом только лишь винтом мы закрываем. Это для того, чтобы пользоваться пяльцами. И вот это расстояние здесь, не большое, не маленькое. Мы приложим сейчас пяльцы, когда они становятся сюда. Но вот оно вот так вот получается. Закрывается, но может быть не так полностью. Теперь давайте оденем устройство, с помощью которого можно вышивать на раме. Либо, наверное, даже вышивать на куснапах. Просто куснапов у меня вообще нет. Я из тех рукодельниц, которые куснапа в руках не держала. Я не знаю, как на них вышивать. Я не знаю, как они держат ткань. У меня их никогда не было. Ничьего производства куснапов. Поэтому это не хвастовство, это просто исторический факт. Все время я вышивала либо на пяльцах, либо на рамах. На рамах, которые арабеска. Была у меня одна рама, которая с тканью пришивная. Я ее сразу отмела. Я больше никогда не пользуюсь, потому что мне ужасно не нравится вот это вот состояние пришить ткань к полотну вышивки. Я все время там бутаюсь, поэтому мне проще сделать клипсами, как это делается у рам арабеска. Есть у меня еще одна рама, о которой я расскажу в этом же видео, но чуточку позже. Вот такое устройство. Это устройство для того, чтобы держать раму. Здесь есть, видите, три варианта крепления. Это нижняя часть все-таки. Лицевой стороной у нас здесь только вот эти полозья, на которые кладутся сами рамы. И есть вот эти большие отверстия, на которые мы фиксируем детали. Дальше одевается это устройство. Это для того, чтобы зафиксировать необходимую деталь. Квадратик сейчас мы уже не наденем, потому что иначе мы не сможем завинтить. Не хватает высоты болта. Так, теперь берем этот винт, который у нас здесь был, и закручиваем. Ну что ж, я плотно закрутила. Теперь это уже, можно сказать, единое целое. Квадратик главное не потерять до того момента, когда вы будете вышивать снова на пальцах. Это очень важно, потому что, ну, может быть, и потом легко можно сделать себе подобный, но зачем терять. Итак, вот теперь так выглядят эти лапки. Я сразу заказывала себе комплект, чтобы можно было вышивать и на раме, и, собственно, тот, как он еще идет вместе, ну, просто вот на пальцах. Так как на рамах я вышиваю гораздо чаще, чем на пальцах, соответственно, вот это устройство мне было очень нужно. Вот эти полозья не очень длинные. Если сравнивать их с полозьями, длиной полозьев у Flamingo, станок от компании Arabesco, они там длиннее. И давайте мы их замерим. Это важная деталька. Высота внутренней части 30 сантиметров. Соответственно, чтобы вышивать, ваша рама должна быть не шире, чем даже вот столечка, чем 28 сантиметров. Потому что, когда рама попадает на этот винт, который центральный винт, вот этот вот, рама не ложится ровно, потому что вот тут нет единой такой линии, которая бы, она не утопает. И получается, что рама упирается на сам большой винт и не ложится сюда. То есть она не фиксируется полноценно. Видите, как оно держится? Вот такое вот устройство. Все легко, в принципе. Когда я, например, повышевала, и хочу это убрать, ну, типа сложить, не могу оставить это на столе, вместе с рамой, вот так. А я делаю таким способом. Я опускаю высоту, вот так. И станок свисает вот таким образом. Он свисает со стола. Свисает и по уровень скатерти висит. Вот станок свисает со стола таким способом. Достаточно тоже отнимая маленькое пространство. Когда я снова хочу вышивать, я поднимаю на нужную высоту здесь, регулирую вот здесь уровень наклона, который мне комфортен, и кладу раму. Здесь у меня есть рама. Это маленькая рама от Арабески. На этой раме есть процесс, который я вам еще не показывала. Совершенно новенький. Буквально на днях начатый. Но об этом я вам расскажу в одном из других видео. Сейчас будет речь не об этом процессе. Рама. Как видите, она самая маленькая, и мне не нужно было ставить ее еще уже. Ширина рамы 22 см. По внешнему краю 23 см. Все так, видите, комфортно, легко, доступ есть. Чтобы мне было вышивать комфортно, я делаю себе угол наклона и вышиваю двумя руками. Обычно у меня левая сверху, правая снизу. Я правша, мне так комфортно вышивать. Схему креплю прямо здесь. И она обычно здесь зафиксирована. Это если я вышиваю по бумажной схеме. Если бы я вышивала по электронной схеме. Прошу обратить внимание, что здесь этот процесс натянут так, что у меня полностью и нижняя часть наизнанку вывернута, и верхняя часть вывернута наизнанку. Но если я возьму другой процесс, вот специально вытащила еще одну раму, здесь у меня старый-старый процесс. Те, кто давно на канале, возможно, видят ли его, он не двигается. Ну, не об этом. Здесь у меня совершенно другой способ подворота. Нижняя часть подвернута в другую сторону. Сюда я могу положить на полотно телефон, на котором у меня есть сага. И я вышиваю... Предположим, что это телефон, в котором есть сага. И я хочу вышивать с помощью программы. Я кладу планшет, телефон вот так, прямо на раму. Вот он вот так лежит. Здесь программа открыта. И я тогда вижу схему, пользуюсь здесь, вышиваю. Я не креплю никуда дополнительно сверху. У меня нет никаких специальных доп. устройств, доп. штативов, где бы я могла хранить схему, к примеру. Но если бы я это захотела сделать, у меня есть вот такой штатив. Это самый простой штатив, который я на розетке купила, которым я пользуюсь иногда при съемке. Сейчас я использую совсем другой штатив. Но этот штатив, он всегда... Он легкий, он просто в поездке может со мной быть. Или в каком-то походе, где мне приспичит это все что-то дополнительное поснимать. Я пользуюсь таким штативом. У него тренога. Кстати, он легко разбирается. То есть он разворной. Вот здесь откручивается винт. И это все еще укорачивается. Дальше вот эта головка, она складывается. То есть он занимает минимум места. И веса мало. Но он может быть подставкой для телефона. Опять же, если у вас телефон является вашим помощником с электронной схемой. Сюда вставляется телефон. Вот так можно поставить. Здесь будет находиться телефон. Я просто снимаю сейчас с телефона, поэтому не могу его вставить. Здесь ставлю телефон. Соответственно, вот здесь схема. Здесь моя вышивка. И таким образом я могу считывать информацию. Также я иногда смотрю видео. И ставлю его на себе план. Если я вышиваю с бумаги, ставлю себе здесь видео. Смотрю, что вышиваю. И все. Где я располагаю свои дополнительные спецустройства для вышивки? Был такой интересный вопрос. Конечно же, все это находится у меня на столе. Всегда на столе. Ну, к примеру, органайзеры. Такие органайзеры. Органайзеры ниток. Все это я обычно храню справа или слева. Вот так от вышивки. Все это находится на столе. Поэтому я люблю вышивать всегда. У стола. Не у дивана. Не у какого-нибудь кресла. Потому что мне так легче организовываться. И я люблю вышивать сидя на стуле. Когда я вышиваю сидя на стуле, я никогда не усну. Точнее, я могу задремать, наверное, вот если уж совсем вышивать туда, в утро. Тогда, конечно, да. Но в целом, когда я сижу за столом на стуле, мне хочется лишь вышивать. Мне нет такого состояния дремы, как я только лишь сажусь на диван, на кресло, и тут же начинаю засыпать. Соответственно, вышивка на стуле меня гораздо более бодрит. Был вопрос о лампе. Какой лампой я пользуюсь? У меня есть вот такая лампа. Лампа, можно сказать, лампа, привезенная из Варшавы, купленная вике. Обычная лампа. Я вставляю сюда нужной мощности мне свет, лампу, и, соответственно, когда я ее и включаю, света становится гораздо больше, и я спокойно могу вышивать. Это если я вышиваю в доме. Например, сейчас в квартире у меня практически никогда не бывает сложено далеко, где-то в какой-то дальний угол лампа для блогеров, кольцевая лампа. Соответственно, эта кольцевая лампа всегда может мне послужить лампой при необходимости осветить вышивку, если я вышиваю уже в вечернее время. Соответственно, я пользуюсь либо этой кольцевой лампой, либо даже очень большим, огромным софтбоксом, который находится еще в общей комнате. И если я таки решаюсь вышивать в общей комнате во время просмотра фильма, что-то там хочу повышивать, я ставлю свой большой станок, либо если я станок оставила на даче, вдруг, вот как сейчас, приехала, и потом не повезла его с собой в город, Тугарин змей остался здесь, и я вышивала на маленьком станке Добрини. Соответственно, я использовала журнальный столик, на который поставила этот станочек, и возле себя поставила огромный софтбокс, который светил мягким светом, мощным, и помогал мне вышивать. Конечно, такой мощный, глобальный, большой такой софтбокс, он мешает, может быть, полноценному наслаждению телевизором, но я не умею просто смотреть кино, я люблю что-то еще параллельно вышивать, поэтому, да, дополнительный, странный большой свет, он еще и мешает, возможно, просмотру телевизора. Но это уже нюансы, на которые, наверное, рукодельницы не обращают внимания, главное, чтобы было освещение хорошее. Соответственно, вы понимаете, лампы у меня напольные, настольных мощных нет, да я и не вижу такой необходимости, потому что у меня нет постоянного места вышивки. Вышивка бесконечно перемещается со мной по дому, я не вышиваю все время за каким-то рукодельным столом, мои рукодельные столы, это обеденные столы, и так сложилось уже долгое время, да вот уже всегда, и, соответственно, я не могу вот так оставлять, я обычно все это убираю, к моменту обеда все должно быть на столе собрано, и лампы, получается, лишь напольные, я их переставляю куда-то, вот потом поставлю там уголок, и она будет там ждать следующего вышивального часа. Это то, что касается именно освещения и моих доп, приблуд, которые нужны мне во время рукоделия. Был интересный вопрос по поводу сочетания цвета рамы и цвета станка. Вы знаете, это меня вообще не смущает, сочетание цвета, я не вижу в этом глобальную ценность, необходимость, чтобы сочетание цвета рам было гармонично, идентично тому, какой у меня станок. А вдруг я передумаю, и станок будет другого цвета, я захочу станок. Мне главное, чтобы мне нравились рамы, и мне нравился станок. А если они сочетаются, разные производители между собой, качеством, то это главный вариант, а не даже цвет. Кстати, этот станок у меня в цвете венге, и он не черный, он такой темно-темно-коричневый. Я вам показывала черный стол. Конечно же, здесь есть искажение цвета сейчас при видеосъемке, но тем не менее, он не полноценно черный. Вот вы видите сейчас, наверное, градация освещения вам все равно показывает, что он более теплее, естественно, чем черный матовый цвет. Но все равно оно имеет, скажем так, как почти цвет мебели. Ну, как и стулья, видите, тоже темные. Для меня не имеет совсем значения цвет рам, чтобы он был совпадал с цветом станка. Как видите, рамы сами по себе живут, и вышивки на них. Вот глядя на полотно, возможно, это красиво, когда, наоборот, сочетание именно самой вышивки и рамы. Тут оно едино сливается в единое полотно, и это красиво. Это дает какую-то гармонию. Здесь, даже при белом цвете, как видите, тоже все в целом хорошо. Когда кладу на станок, я даже об этом не думаю. Я сразу начинаю думать о вышивке, о том, что мне дальше продолжать вышивать, в каком месте. сделать свои продвижения и марш-броски вышивальные. Соответственно, цвет не имеет значения, и мне даже не хотелось дополнительно тратить средства на рамы Дубко. Не потому, что они мне нравятся. Я просто не считала необходимым так издалека ввести рамы, которые, я уже поняла, Арабеско выполняет эту функцию для меня на 100, 200, 300, 1000 процентов. Вот какое-то такое у меня решение. Кстати, на рамах и натяжку не использую. У меня есть две натяжки от Алины. В самом-самом начале, как только они стали возникать, я приобрела. И, кажется, именно на этой работе я эту натяжку натягивала. Но потом сняла и никогда больше о ней не пользуюсь ни на одном процессе. Почему? Не могу сказать, что мне нужна такая натяжка. Конечно, работы, когда лежат время от времени в углах, ожидая продвижений, ослабевает на них натяжка. Ослабевает, особенно, если это не пермин. Пермин, вы знаете, вот у меня здесь вышивка. Пермин, он просто, ты его натянул и он как замер в этом состоянии. И, конечно же, немножечко я подтягиваю, натягиваю, перед тем, как вот я села, сажусь вышивать. Взяла работу, подтянула ее хорошенечко и вышиваем. И все. Меня это устраивает, натяжка, которая есть. Я люблю хорошую натяжку, да, но меня устраивает, то есть, она здесь вполне вот такая пружинистая. Конечно, она проваливается, она может быть не прям стекло, гладкое, единое полотно, но, тем не менее, пермин идеальнее всего держит натяжку. Мне так кажется, вот на рамах точно. А здесь у меня снова, наверное, трцвайкар. Здесь, конечно, оно лежало уже давненько, я к ней не приступала, и оно провисло. Оно, вышивка провисла, да. Ну вот я теперь сейчас ее подтяну, и вы знаете, мне хватает, оно реально очень хорошо, слышите? Оно очень хорошо пружинит, поэтому натяжками не пользуюсь. И вот таким образом мне нравится вышивать, очень здорово, все здесь хорошо. Когда я вышиваю, я часто складываю, например, сюда, на стол, там ножницы, потом, правда, их вот так вот прощупываю, разыскиваю, куда я там их сложила, но это уже такие нюансы, могу так поднять, посмотреть. Иногда, вот, ножницы могу вложить, все рассказываю голословно, вот так могу положить, снизу ножницы, а потом их вот разыскивать, где же они. Бывает так, что я ножницы складываю в эти отверстия, которые здесь есть. где же есть такие отверстия поверху для вот этих полозьев, да, для смены. И вот в этой одной из полозьев могу вот так вот вложить ножницы. Но я забываю их туда вкладывать, чаще кладу на стол рядышком, а потом разыскиваю, где же конкретно там они разместились. Сейчас просто совпадение то, что и станок темный, и маячок темный, и ножницы темные, но в целом у меня есть разнообразие ножниц, может быть, однажды вам их покажу, может быть, вам не так заметно, контрастно, где там это отверстие, где там ножницы фиксируются. Но вот такой, наверное, мой развернутый ответ по поводу настольного станка. Я ним довольна на тысячу процентов, и если бы на сегодня был вопрос снова о станках, я бы хотела себе такой станок снова. Был вопрос, гуляют ли рамы на вот этих вот нефиксированных, не зажимающих раму подставках? Вы знаете, у меня не стоит этот вопрос вообще никак. В доме животных нет. Маленьких детей, которые бы бегали по кругу и вдруг снесли бы вышивку с этого станка, тоже нет. Все уже взрослые, младшей дочери 12 лет, и у нее уже нет такого желания гонять по кругу вокруг меня. То есть, да, она приходит, мы обнимаемся, ну, можно задеть раму, там, она подпрыгнет, и все. Но при вышивке рама вообще не двигается. Когда я вышиваю, также вопрос, как я добираюсь к изнанкам на раме? Да просто вот так положила, зафиксировала иголочку и снова положила. Все. Это, если не нужна оборотная сторона. В современном моем использовании таких рам я привыкла крепить микростежками и до начала, и после, ну, при завершении. При завершении бывает, что мне лень делать микростежок, тогда я вывожу иголку наизнанку и здесь ее прикрепляю, как мне нужно. Вот именно таким образом, надвигая на себя. если на пяльцах, я уже показывала, это все приподнимается легко вверх, и тогда изнанка доступна. Способ, когда рама полноценно закреплена на стану, меня бесит. Простите, я никогда, наверное, этого слова не говорила, именно про вышивку, но я терпеть не могу, когда на веки вечную вышивка на раме закреплена. Это создает мне почти клаустрофобию. Я, видимо, не люблю быть зациклен на один процесс настолько, что уже даже сознание того, что у меня вышивка навечно прикреплена к одному и тому же деревянному станку, ну, станку, то это все, это как гроб хрустальни для меня, он все, он даже двигаться может перестать от того, что он там один, и мне он становится неинтересен, потому что целую конструкцию переторвания с угла в угол с этим конкретным процессом. Поэтому убрала, все, мне больше неинтересно, я хочу быстренько поставить, вставила другой, поменяла ниточки и вышиваю. Мне не нужно ничего придумывать. Там, хочу быстренько вышивать на пяльцах, взяла пяльцы, переставила устройство тут же, вставила пяльцы, вышиваю. Все. А на пяльцах, даже на руках, не люблю вышивать, это очень медленно, это, ну, как-то неинтересно больше мне. Я люблю вышивать на станке, даже на пяльцах. Вот теперь так, мне просто удобнее, так привычнее, и был такой комментарий о том, что, зачем нужны станки, ведь удобно вышивать на руках. На руках, да, вышивайте на руках. Я раньше когда-то пыталась вышивать на руках, именно вообще ткань лишь в руках держать, без пяльц. Я так не умею красиво вышивать, и мне некомфортно. Мне кажется, что у меня пляшут нитки, я делаю неравномерное затягивание крестиков нижнего стежка, верхнего стежка. Получается, как будто бы вышивает маленький ребенок. Я люблю, чтобы у меня были помощники, не обязательно какие-то максимально крутые, я просто уже опробовала для себя, сделала решение, что мне подходит, что нет, поэтому то, что мне не подходит, я либо передариваю своим, кто заинтересуется, я спрашиваю своих родных, кто вышивает, хотите вот такой, пожалуйста, я могу вам отдать, либо тем, кто готов взять и вышивать то, что мне не подошло. Ну вот, у меня есть такой круг родных, кто покодельничает, и они экспериментируют со своими возможностями, готовностью использовать тот или иной предмет, который мне не подошел. Поэтому я никогда не вышиваю на руках, именно на руках, именно держа ткань лишь в руках, без пялец, без рам. Например, даже если я хочу повышевать, но, типа, собираюсь идти спать, уже уговариваю себя, я снимаю раму со станка и думаю, я вот буквально пять строчек, пять стежочков еще вот так вот могу покласть раму на стол, опереть и вот тут что-то там повышевать. Так может быть и целый час. Это я, это уже такая, знаете, сокровенная история о том, как еще себя уговорить идти спать и как-то вышивать или не вышивать. Вот такие маленькие рамы тоже очень люблю. Они практически заменяют пяльцы и работа не мнется, она чистенькая, удобная и вот опять же их тоже можно так положить немножко. Возможно, на большей раме удобнее делать такие манипуляции, вышивать, придерживая раму на столе, потому что все время нужно держать ее на таком весу. И вот тут что-то еще повышевать, соответственно, легко добраться к изнанке, кому это необходимо, но это вот такой момент. Так, мне кажется, об этом станке я рассказала вам все. Если вам что-то еще нужно, спрашивайте, может быть, я уже добавлю в какое-то видео, просто видео, либо сделаю отдельное видео вопросы и ответы, какие попадаются. У меня уже, я так понимаю, должна быть рубрика создана мной, вы мне пишите разные вопросы, а я обещаю вам ответить, снять их в видео, но откладываю. И этих вопросов накопилось уже, поэтому, если вас еще что-то интересует по любым каким-то техническим моментам этих станков или еще что-либо другое, то пишите мне, я буду снимать отдельное видео, например, 5 вопросов или 7 вопросов, 10, сколько вы там в том моменту зададите, и буду брать планомерно на них, отвечать, и будет отдельное видео ответы на ваши вопросы. Давайте я вам покажу большой станок, именно его размеры, о том, как я сижу за ним, удобно, и все остальное. А теперь подробнее о станке, который называется Тугарин змей. Тугарин змей, он тяжелее, он весит 5,5 килограмм, а пришел он в разобранном состоянии, и его нужно было соединить. Кто еще запрятан? А, нога запрятана. Основание на Тугарине змея было не совсем идеально для одной отверстия, но у мужа была дрель, и мы это отверстие расширили, то есть не нужно было менять место положения, просто немножечко расширить, и тогда те винты, которые нужны были, они легко вошли в пазы, и, собственно говоря, основание состыковалось с ногой вот этой поддержки для самого Тугарина змея. Соединяется он как? Вот эта нижняя часть, которая в станках есть, вот эта вот нога, должна была прикрутиться вот к этому большому основанию. Дальше вот эти все механизмы шли собранными, и нужно было прикрутить этот же движатель для рам. Давайте я вам расскажу про его размеры. Высота станка вот в сложенном состоянии 80 см, вот эта часть, когда оно все сложено. Высота вот этой ножки, вот этого деревянного основания 2 см. В целом он залезет под любую кровать, мне кажется, с минимальным зазором, здесь реально лишь 2 см. Теперь давайте расскажу вот такой вынос, видите, он как треугольник, он устойчивый, этот треугольник. Сейчас просто он на ковре и немножечко больше качается, если поставить его на плитку, конечно же, он гораздо более устойчивый. Этот треугольник по размеру, давайте я, вот я бы ни разу не замеряла, но вдруг вам нужно это. Максимальные размеры 41,5 см. Вот это вот расстояние, вот здесь вот, 41 см. Соответственно, отсюда, здесь тоже будет 41 см, то есть такой равнобедренный треугольник по 41 см со сторонами его. Это то, что касается его технических габаритных размеров. Вот, к примеру, как его сложить куда-нибудь, да? Вот, например, у нас есть стульчик, и вы хотите задвинуть ваш станок под стульчик. Видите, он помещается под такой кухонный обеденный стул. Вот так он задвигается. Легко в целом складывается. Далее, когда я хочу начать вышивку, я прохожу к станку и его поднимаю. Здесь я села, зафиксировала себе нужную высоту вот здесь, дальше зафиксировала себе нужный угол, за которым я собираюсь вышивать. Сейчас можно сюда располагать раму. И уже ее сюда, видите, установила. Опять же, возьмем цветовую палитру. Рама светлая, станок темный. Меня это вообще никак не смущает. Я спокойно могу пользоваться такой разной палитрой. Есть с оборотной стороны винты, такие же, как и вот здесь винт у маленького станочка был. Эти винты нужны для того, чтобы фиксировать направление вот этих полозьев. Они могут становиться шире или уже. То есть, если мне нужно, например, поднять работу выше, я могу лишь с помощью этих полозьев раздвинуть их, и у меня будет вот здесь площадь доступа гораздо больше для того, чтобы вышивать. А потом их сдвигаю, и работа ниже находится ближе ко мне, соответственно, сюда придвижаются, либо вот таким образом их приподнимается. все достаточно просто. Например, если я возьму маленькую раму. Вот эта маленькая рама, я ее также себе зафиксировала, поставила. Оно здесь хорошо, все можно удобно вышивать и без проблем. Опять же, угол высоты вы можете всегда себе сделать, как вам нужно, под ваш рост. Когда я вышиваю, я часто ставлю ноги на вот это деревянное основание, и оно еще дополнительно может так фиксирует весь станок. Здесь легко регулируется высота. Также легко регулируется вот этот угол. Можно вышивать более прямо, тогда вам придется одновременный станок дальше. Вы просто этот угол делаете совсем прямым. Можно вышивать так, как будто у вас вообще видите такой наклон, вы совсем как будто за столом. Вот видите уровень стола и уровень этой вышивки практически одинаковы. Тогда здесь легко становится ножнички и это еще дополнительно облегчает ваш процесс. Я надеюсь вам так издалека было видно, сейчас покажу вам это ближе. Вот видите как сейчас у меня находится вышивка. Все что мне нужно для вышивки я могу расположить на столе. Необходимые органайзеры я могу оставить с правой стороны от себя. Здесь будет находиться что-то. Здесь схема на самой вышивке на раме. Если например я буду вышивать большое вот большая рама также она здесь располагается и как видите есть угол удобный для вышивки. Можно даже еще выше приподнять и вышивать вообще в прямом положении. Тоже кому возможно необходим такой угол он возможен без наклона. Я предпочитаю вышивать когда вышивка имеет наклон. так мне гораздо приятнее вышивку располагать и видеть все-таки ее не совсем горизонтально а с легким ну хотя бы там 25 градусным наклоном к тому кто вышивает ко мне. Теперь был еще вопрос на каком стуле удобно вышивать. Сейчас я сижу вот на этом обычном стуле. Но у меня есть один специально высокий стул. Я попробую вам показать как я расположусь на нем вышивать и тоже будет удобно вышивать с помощью этого станка. Итак это у меня большой высокий стул. Его сиденье находится на высоте 70 сантиметров. Это типа барный стул. Я на нем тоже иногда вышиваю у большого кухонного места когда что-то готовлю и мне нужно там посидеть. Вот видите я уселась на этот высокий стул. У него даже ноги у меня свисают когда я сижу болтаются. Соответственно я ставлю ножки на его подставку и таким образом я изменила высоту всего строения этого станка. Весь муртугарин превратился в сиденье высокое. Конечно здесь нет опоры для спины. Я не могу сделать спину колесом и вышивать. Я могу сидеть как на жердочке как птичка и вышивать сидя на таком высоком стуле. Опять же все я чаще располагаю по правой руку от себя только у кухонной столешницы. Такой вариант у меня тоже присутствует когда я пытаюсь вышивать в таких условиях на кухне за присматриванием за ужином или за обедом. И вот можно вышивать тоже хорошо. В этом положении сейчас на ковре немножечко качается а на плитке достаточно устойчиво. Гуляет ли здесь сама рама? Ну вот если вправо-влево то конечно гуляет. она не зафиксирована как наверняка фиксируется в станках вот здесь центральные вот такие отверстия вставляются там как-то все жестко. Я не люблю вообще тот тип станков поэтому для меня это абсолютно подходящий тип станка. Это уже много лет я использую подобные держатели станки потому что это именно держатели для пярец держатели не просто станок а он держатель такой где мы просто сверху ставим любой процесс конкретный момент. Мне это очень подходит этот стиль соответственно именно такие станки такие способы держания я и выбирала для себя это мое оптимальное решение. Вышивать ли на диване или на кресле на диване и на кресле я вышивала с помощью этого станка. Давайте я все-таки сяду к вам лицом так будет комфортнее мне и вам теперь поговорим еще о некоторых вопросах которые вы мне задавали есть еще целый список я буду на него подглядывать и вам рассказывать удобно ли вышивать полусидя полулежа вместе с этим станком я не вышиваю полулежа или полусидя в целом это если говорить обо мне но в кресле в глубоком кресле удобно потому что вынос вот этого угла он достаточен когда я вам показываю как делать в горизонтальном виде то это удобно можно ли расположить его сбоку для вышивки знаете подвинуть за кровать и вышивать но только на не на вот этих вот держателей для рамы держатель для рамы все-таки вы не расположите себе перпендикулярно только если это будут пяльцы и это не совсем будет комфортно все-таки если именно в кровати я думаю в кроватях должен быть какой-то другой совсем станок возможно это какие-то металлические станки которые возможно выпускают амур российские тоже металлические станки такие есть может быть оманик имеет такую возможность я не знаю об этом с этим станком так чтобы сбоку вышивка находилась это будет неудобно совсем нужно чтобы все-таки лицом к вам станок стоял лицом это вот необходимый такой момент в кресле вышивать удобно действительно я вышивала в разных глубоких креслах и на двух разных видах диванов в принципе все удобно и вопросов не возникает точно еще был вопрос о моей раме я когда-то покупала раму оманик даже две две большие рамы оманик и это уже прошло практически два года как эти рамы у меня есть я не пользовалась ними за эти два года ни разу почему потому что рамы оманик пришли ко мне с каким-то удивительным запахом который я чувствую он пахнет для меня дустом возможно кто-то знает этот аромат я помню его только лишь потому что когда-то когда в детстве бабушки приезжала и кошку бабушка пыталась излечить от шеи бабушка кошку вымазывала дустом потом я держала эту кошку чтобы кошка не облизывала себя буквально немножечко времени и потом мы эту кошку мыли потому что если бы кошка могла себя облизать она конечно бы умерла потому что все-таки это ядовитое было вещество для нее нужно было держать чтобы кошка и себя не облизывала соответственно я держала эту кошку потом бабушка отмывала меня руки я там еще в каких-то перчатках брала но запах дуста помню как сейчас почему-то эти рамы для меня пахли этим возможно это какой-то краситель какой-то лак я не знаю что давало такой аромат эти рамы до сих пор пахнут конечно уже не тот мощный аромат кстати давайте я эту раму сейчас поставлю соберу раму и мы посмотрим как она стоит на этом станке я не пользуюсь этой рамой до сих пор но для вас я ее принесла что такое рама это две большие такие у меня по крайней мере длинные планки в которых внутри есть еще спицы спицы с помощью которых осуществляется натяжка внутри каждой из них и также у меня есть боковые натяжки видите специальные такие бокалинки с натяжкой где-то есть еще у меня специальные такие фиксаторы для натягивания ткани знаете если располагается сейчас мы просто разобраны совсем без ткани но если располагать эту раму она конечно выдержит этот станок ее выдержит тем более моя огромная вообще рама да вот видите вот здесь вот зазор он вполне достаточен чтобы рама омоник здесь помещалась вы знаете сейчас я уже не ощущаю такой мощности аромата по крайней мере вот именно от этих полозьев от боковин их от боковины еще пахнут а вот эти полозья уже не пахнут просто когда я начала пользоваться этими рамами мне начинала голова болеть от этого запаха сейчас они уже бегают валяются у меня то в шкафах то под кроватью где-то то где-то в каком-то дальнем углу какой-то комнате в которой я бываю редко там за штору ее оставлю там она себе выветривается соответственно я как-то не зацикливаюсь о том что они у меня лежат ну лежат однажды они мне пригодятся когда я начну вышивать может быть что-то глобальное и помощнее побольше чем сейчас работаем такие средне-маленькие если собрать всю раму целиком моя рама омоник очень большая я купила ее прям про запас но на этом станке я не могу ней пользоваться потому что высота вот этих вот полозьев у меня слишком большая она у меня 2-30 сантиметров и плюс еще вот это вот дополнительное расстояние тут соответственно я никак не могу ее установить вот сюда видите она упирается здесь на рычаг она ей не хватает вот этих полозьев которые здесь есть и она лишь ну можно выдумать но я не могу ее уменьшить мне нужны другие более короткие боковины чтобы пользоваться этой рамой соответственно пока эта рама не удел когда-то я решусь на те мысли которые были посещали меня и для чего я приобретала эти рамы но пока эти рамы отдыхают мне уже приятно того что они теряют свой неприятный аромат и возможно очень не так много времени осталось чтобы они совсем перестали пахнуть как они пахли до этого были у меня моменты желания продать эти рамы рамами я не пользуюсь и практически не пользовалась ни дня ну никак ни дня ну дней 10 наверное из всего времени от приобретений я пользовалась дней 10 и все рамы лежат до сих пор уже вот 2 года наверное стоило бы их продать и вообще эту тему для себя закрыть рамы омоники возможно не мой способ вышивки они не мои но пока они лежат и ждут чего-то ждут что будет с ними далее я однажды вам расскажу на что я решусь ну а сейчас все мне кажется я рассказала обо всех вопросах которые мне вы написали ранее мой станок тугарин также предполагает вышивку и на пяльцах соответственно я могу всегда снять это дополнительное устройство которое здесь есть для рам и сделать так чтобы я могла вышивать на этом станке на любых пяльцах у меня есть разные виды пялец я когда снимала предыдущую попытку снять вам видео о этом станке я показывала сюда пяльцы номер 4 квадратные обдруги я где-то сложила при переезде вот такой же квадратик я сейчас пойду искать его либо здесь либо переезде он уехал уже в Киев но тем не менее станок тоже ведь по мне едет со мной скоро в Киев поэтому все соединится здесь при вышивке на пяльцах здесь должен быть такой же квадратик и винт закручивается просто этот квадратик помогает больше зажать вот здесь вот это расстояние и так мы можем зафиксировать сюда пяльцы и вышивать на пяльцах но это самые большие пяльцы которые у меня есть размер номер 4 от Нурге я так еще не вышивала я в принципе мало вышиваю на большущих пяльцах вышивка на больших пяльцах меня несколько смущает потому как я не вижу необходимости запяливать работу в пяльцах когда у меня есть рамы поэтому предпочитаю вышивать на большом станке именно на рамах ну а если мне нужно вышивать на пяльцах то я вышиваю на маленьком станке в целом у меня они никогда не выдергивались не выпадали когда я их пристраивала сюда для вышивки соответственно не могу сказать что я недовольна как сочетаются те пяльцы и этот станок у меня все было хорошо все крепления держались и пяльцы не выпадали не выпрыгивали из этого отверстия для крепления пяльц опять же нужно не забывать при смене способов на чем вышивать либо на рамах либо на пяльцах не забывайте про этот квадратик который должен вам помочь создать более узкое пространство чтобы зажать пяльцы крепче тогда пяльцы не будут выдергиваться пожалуй это все теперь мне кажется я осветила все ответы на вопросы которые вы мне написали если все же что-то останется то вы мне их пишите я буду снимать тогда отдельные отрывки каких-то просто видео ответов для всех вопросов которые вы мне задаете о таких вопросах уже накопилось и я постараюсь снимать мини группу ответов на ваши вопросы спасибо вам что вы посмотрели это бесконечно длинное видео возможно я местами улетала в темы не касающиеся этого станка этих станков и неполноценно что-то осветило если вдруг что-то я забыла напомните спросите что вас еще интересует кстати очень важная деталь эти станки я покупала за свой счет за наш семейный бюджет никто мне не доплачивал и не оплачивал за рекламу это просто мой ответ на ваши вопросы никакой дополнительной зарплаты за обзор этих станков я не получаю спасибо что вы досмотрели спасибо что вы будете комментировать и то что вы всегда смотрите возможно это будет интересно моим зрителям из группы рукодельные шабаш девочки там очень много постят очень много всего интересного рассказывают и возможно всем тем кто будет смотреть из этой группы мои рассказы о станке вас заинтересует что-то цена конечно вопроса велика но если вы планируете долгосрочное такое капиталовложение оно того стоит я благодарна мужу за такой роскошный подарок который мне однажды сделан теперь точно все всем желаю рукодельного вдохновения хороших принадлежностей для рукоделия и отличного настроения создавать новые классные дизайны всем пока пока